Со всеми нашими хлопотами с протоколом IPv4 и IPv6 пришлось здесь удержаться на целую неделю, чтобы понаписать конспектов, сделать тесты и придумать домашние задания. Так что, наконец, возвращаемся к нашим процессорам. И сегодня будем говорить о процессорах Intel второй половины 2000-х годов. Подчеркну, мы опять же говорим только об основных изменениях, основных отличиях, основных моделях. Не рассматриваем каждое ядро в особенности. Так обсасывать мы будем последние версии Intel, актуальные сегодня. А это у нас просто такой краткий экскурс в историю, чтобы понять, как мы пришли к сегодняшним процессорам. Говорить мы сейчас будем об основных линейках Intel. Серверный процессор и мобильный процессор оставлен для отдельного урока. Напомню, о чем мы остановились к середине 2000-х годов. Значит, у нас у Intel был Pentium D с двумя ядрами и Pentium 4, флагман, который был у них среднеценовой категории. Архитектура процессора на тот момент использовалась Netburst. У AMD была архитектура K8, то есть, по сути, они первые стали делать 64-битные процессоры и сами внедрили свою архитектуру 64-битную AMD64, которая стала де-факто стандартом 64-битных процессоров. У них были процессоры Atlon 64 и Atlon 64X2, который был двухъядерный 64-битный. Таким образом, у нас AMD с 2000 по 2001 год увеличила свою долю на рынке процессоров до 22%, а к 2006-му до 26%. Мы об этом говорили, просто я сейчас так вам напоминаю. Intel поняли то, что они потерпели фиаско с архитектурой Netburst, потому что AMD постепенно захватывала все больше и больше рынка, и поэтому они решили сделать свою новую архитектуру Core на базе старой технологии, старой архитектуры P6, взяв от нее самое лучшее. В результате они получили сокращенный кайндвейр с 31 стадии до 14 стадий, процессор стал обрабатывать 4 инструкции за такт, появилась общая кэш-память 2-го уровня для всех ядер процессора, появилось очень много энергосберегающих технологий, которые позволяли, собственно, снизить энергопотребление процессора, было добавлено много алгоритмов новых, я вам брошу ссылку, мы опять же на этом сейчас подробно останавливаться не будем, это середина 2000-х, сейчас все уже работает по-другому. При этом архитектура Core уже отличалась от Netburst тем, что некоторые технологии не поддерживались, например, исчез кэш 3-го уровня и технологии гиперпоточности, гипертрейдинг тоже отсутствовало. Вместе с архитектурой Core Intel стал отвоевывать обратно рынок, и на тот момент у них было 2 процессора, Intel Core Solo и Intel Core Duo. Intel Core Duo это первый процессор, который использовался в компьютерах Apple Macintosh, что существенно расширило рынок Intel, это был, соответственно, двуядерный процессор, а Intel Core Solo это был тот же самый процессор Intel Core Duo, у которого одно ядро было отключено. Причем это позволило Intel как минимум делать 2 линейки на базе одного и того же технологического процессора, просто отключая лишнее ядро, и кроме того, те процессоры, которые шли с браком, у которых одно ядро было не работоспособно по той или иной причине, можно было выпускать под брендом Intel Core Solo. Сразу же после архитектуры Core Intel выпустил торговую марку Core 2 и соответствующую архитектуру Core 2, которая у нас заменила Intel Pentium в верхнем и среднем ценовом сегменте. При этом сам Pentium и Celeron марки никуда не делись, они остались, только стали использовать ту же самую архитектуру Core. При создании Core 2 не стали уже Intel заморачиваться с повышением тактовой частоты и уже ориентировались на кэш, на эффективность, на количество ядер. Вместе с брендом Core 2 они стали выпускать аж сразу 4 линейки процессоров. Это Core 2 Solo одноядерный, Core 2 Duo двуядерный, Core 2 Quadro 4 ядра и Core 2 Extreme 2 или 4 ядра с разблокированным множителем. Значит, про разблокированный множитель придется поговорить, как раз у нас было много комментариев в прошлый раз на тему оверклокинга и разгона процессоров. Значит, есть три основных способа разгона нашего компьютера. Первый это увеличение частоты базового тактового генератора. Это вот его сокращение BCLK. Есть такой генератор тактовой частоты, он генерирует электрические импульсы, на которые ориентируются и синхронизируются процессы в различных компьютерных системах. Это и компьютеры, и микропроцессоры, и вся цифровая техника. То есть, это тот генератор, который задает, в принципе, такты работы процессора. Это очень универсальный принцип, но в нем очень много ограничений, которые относятся к конкретному процессору и конкретной материнской плате. И поэтому, если что-то настроить не так, можно, в принципе, сжечь компьютер. И, следовательно, поэтому увеличение частоты вот этого нашего тактового генератора используют редко. Есть популярный вариант. Это изменение множителя процессора. Множитель процессора это то, как раз на что у нас умножается частота работы генератора, чтобы получилась тактовая частота. Этот путь намного безопаснее, потому что у нас меняется только режим работы процессора, и за разгон отвечает только один параметр. Но при этом для доступности вот такого действия множитель процессора должен быть разблокирован производителем процессора. Intel, я отмотаю слайд назад, как раз в своей технологии вот этой Corto Extreme, в этой линейке, как раз-таки и продавал процессоры подороже за счет того, что у них был разблокирован множитель. Ну и третий вариант, который позволял нам разогнать компьютер, это, собственно, даже если процессор множитель был заблокирован, это изменяет частоту системной шины. Это вариант, который мы будем рассматривать, когда будем говорить о материнских платах. Суть та же самая, так как мы, вы видите, производительность получаем, умножая частоту шины на коэффициент умножения, на, собственно, множитель процессора, то мы можем изменять как множитель, так и, в принципе, частоту шины. То есть и то, и другое нам позволит повышать. Внизу в примере у меня нет только частоты тактового генератора, потому что это базовая величина, как бы, и она в формуле никак не учитывается. Причем нужно отметить то, что в 90-х годах было очень много вариантов, когда Intel выпускал все процессоры с разблокированными множителями, но по их лицензии выпускали процессоры сторонние компании, и они стали продавать медленные процессоры уже разогнанными по цене быстрых. И из-за этого Intel пришлось заблокировать вот этот вариант изменения множителя процессора. Значит, если говорить об архитектурах, там было очень много архитектур для Core 2. Опять же, ссылку я вам дам, можете почитать на Википедии. Наверное, самая знаковая это архитектура Penrin, вот это вот. Впервые стали использоваться металлические затворы и диэлектрики для создания этих процессоров. Еще был увеличен кэш, но это, в принципе, не так важно. Интереснее намного архитектура следующая. Это вот эта архитектура Nehalem, которая появилась в 2008 году. Тут уже очень много интересного. Тут появился встроенный трехканальный контроллер памяти. То есть контроллер памяти теперь появился на процессоре. Затем сама архитектура была сделана модульной, что позволило как раз-таки управлять процессором как различными модулями. И в дальнейшем у нас уже свое графическое ядро появилось тоже на самом процессоре. И легче стало добавлять ядра и вообще увеличивать функциональность процессора. То есть совершенно другой подход именно к архитектуре процессора появился. Затем при создании этой архитектуры решили отказаться абсолютно от шины Frontside Bus. И стали использовать другие решения. Я напомню, Frontside Bus это у нас с вами системная шина, которая соединяет традиционно центральный процессор и северный мост на материнской плате. Через северный мост мы управляем, ну мы уже говорили много чем, я не буду сейчас заново об этом говорить. Когда материнские платы будут, к этому вернемся. Так вот, Intel предложил свою технологию, вот эту самую Quick Path Interconnect, QPI, которая по сути представляет собой встроенный контроллер памяти и последовательную шину точка-точка, которая как раз-таки позволяет соединить процессор и чипсет. То есть это в принципе можно назвать оптимизированным FSB. По сути это не новое решение. До них за 5 лет AMD предложил тоже свое решение подобное. А до этого такая шина использовалась еще инженерами DEC при разработке процессоров Alpha. Процессоры, которые использовали разъем LGA 1366, сокет 1366, о сокетах мы говорили уже, использовал как раз-таки интерфейс QPI. А если процессор был создан для сокета LGA 1156, тогда он использовал технологию DMI. DMI, Direct Media Interface, это тоже последовательная шина, которая тоже разработана Intel, и она позволяет соединять южный мост с северным на материнской плате. Так вот, в процессорах технологии Nihalem для сокета LGA 1156 эта же шина использовалась для соединения процессора с самим чипсетом на материнской плате. Опять же, сейчас сильно голову этим забивать не нужно. Когда будем говорить об сегодняшних процессорах, будем отмечать те технологии, те конструктивные особенности, которые используются сейчас. Вместе с этим Nihalem началась новая такая эра бренда Intel, и появились процессоры Core i. Они призваны были заменить вот эту гигантскую линейку Core 2 Quadro, Core 2 Extreme, Core 2 Duo, и теперь у них было по сути три процессора, Core i3, Core i5 и Core i7. Появлялись они в обратном порядке, поэтому я их снизу вверх и написал. Значит, Core i7 появился в 2008 году впервые, и это такая линейка топовых процессоров Intel с максимальной производительностью. Core i5 появился в следующем году, в 2009 году. Это средний сегмент по цене и по производительности, встроенный контроллер памяти, автоматический разгон, бывает встроенный графический процессор. И уже в 2010 году появилась линейка Core i3, это двуядерные процессоры, опять же, от Intel нижнего сегмента, как по цене, так и по производительности. В них тоже есть встроенный графический контроллер и встроенный контроллер памяти, при этом нет вот этой технологии Turbo Boost для автоматического разгона процессора. Мы сейчас про эти три процессора говорить не будем, потому что они как раз-таки появились у нас, вот считайте, в 2008-2010 и начали развиваться уже в 10-х годах. И про них мы будем плотно говорить как раз презентацией, посвященной современным процессорам Intel. Мы с вами сейчас пробежали по основным линейкам второй половины 2000-х годов. В следующем видео будем говорить, как у нас, даже не то чтобы реагировал AMD, а как у нас AMD все это предвосхищал. Потому что на тот момент AMD были лидерами, и Intel приходилось их догонять. Просто мы с вами как-то так изначально прошли, что сначала я говорю про Intel, потом про AMD. И там мы как раз разберемся, как у них было с конкуренцией. Продолжение следует...